Вы знаете, наблюдая за поведением людей, очень легко можно отследить то, как думает. И мне очень часто люди говорят, Игорь, почему ты такой злой, ты такой как ультимативный, да, то есть, но когда ты начинаешь это видеть, это очень сложно внутри держать. Как-то опаздываю в аэропорт, ну как опаздываю, я за полтора-два часа выезжаю всегда, вызываю такси, и таксист, вы представляете, мы вот так, он как-то объезжает, и я вижу, что мы попадаем в пробку. Пробка, ну просто там нереальная. Я ему говорю, поверни направо, поехали, объедем. Он поворачивает направо, мы выезжаем с пробки, я сижу, все расслабился, мы не опаздываем. И как вы думаете, что он делает? Ну он через четыре перекрестка разворачивается и обратно в эту пробку залетает. Я на него смотрю, думаю, ну вот что вообще с тобой не так? То есть, есть люди, вот у них такое мышление, они вот все равно найдут ту проблему, вот врюхаются каждый день. Вот он убеждет, что деньги достаются тяжелым трудом, надо работать, и он работает. Даже там, где можно легко пройти. И любой человек, он так и устроен. То есть, то, как ты мыслишь, ты точно так же будешь поступать. И вот это и есть фрейм, да, вот эта рамка, в которой каждый человек находится. И очень важно эти рамки рушить. Почему? Потому что у этого человека Алмата вся в пробках. У меня точное убеждение, что пробок в Алмате нет. И я в пробках практически не стою. Поэтому вот эти рамки нужно ломать. И точно так же люди делают бизнес, точно так же люди создают счастливые семьи или несчастливые семьи. А почему? Потому что, когда ты видишь, ты думаешь, почему ты так поступаешь? И вот эта фраза «Прости их, Господи, они не ведут, что они творят» — это правда. Очень часто люди совершают ошибки из-за своего невежества или незнания. Поэтому, как только ты видишь в себе какое-то невежество или незнание, выдави это из себя, прими новые знания, расшири свою рамку, в которой ты находишься. То есть, каждое расширение своей рамки, оно дает увеличение доходов и счастья. У корейцев есть такая пословица, знаете, если ее переводить на русский язык, то она так — под большое одеяло и ноги выправляются. То есть, ты не сжимаешься под одеялом, когда одеяло большое. Эту пословицу мне сказала мама буквально вчера. Как определить в себе невежество? Если одна и та же ситуация у тебя повторяется, негативная ситуация повторяется больше, чем три раза, ты что-то в этой жизни не понял. Ты явно неадекват. Потому что если у тебя третий брак, и ты в разводе, тебе явно что-то надо понять для того, чтобы не разводиться. Или для того, чтобы выбрать другую женщину уже в конце концов, ну, которая тебе подходит. И надо вообще разобраться, для кого ты эту женщину выбирал. Для себя, для мамы, для окружения, для кого. У тебя постоянно увольняются работы, но уже можешь перестать на нее ходить. Может, уже нужно работать на себя, возможно. Или нужно потянуть какие-то навыки, или снять корону с головы. Если твой ребенок постоянно болеет, то есть, простывает, да, там, чуть ли не каждую неделю, может, нужно изменить образ жизни твой, мужа, ребенка. Если ты постоянно консультуешь с людьми, то, может быть, нужно чаще улыбаться, а не ходить с кислой мордой. То есть, мы все каждый раз упираемся в границы своего ума. И для того, чтобы расшить вот эту рамку, для того, чтобы вот эти границы стали шире, очень важно приучить свой мозг находить новые-новые грани. Очень важно отстраняться от ситуации и наблюдать. Есть люди, которые из одной проблемы делают четыре, и они не понимают. И у них постоянно они живут в каком-то неадеквате, потому что, решая каждую проблему как бы некорректно, он, решая одну проблему, создает три или четыре вместо нее. Это как голову у гидры постоянно растут. Это же явно неадекват. То есть, если тебя, твоя жизнь не устраивает с материальной точки зрения, с духовной, с семьей, с семьей что-то не так, это первые признаки твоей неадекватности. Если со своим здоровьем что-то не то, ты явно сегодня не в адеквате. Поэтому очень важно наблюдать за тем, что происходит в твоей жизни. И нужно просто так ее жить. Нужно наблюдать, что происходит с тобой, с своими родственниками, с таксистом, с собакой. И можно делать очень-очень большие выводы, опираясь на очень мелкие детали. У меня был случай, когда мы сидели с супругой на скамейке и наблюдали за парой, это веснятая во дворе. И там семейная пара сидела, муж с женой и двое детей. Старшая дочка и младший сын. Дочка захотела мороженое. Когда спросили у младшего сына, сына хочет мороженое, он сказал нет. Купили одно мороженое дочери. Дочка стала кушать, младший сын стал кричать, и ее мороженое забрали и отдали сыну. Сын его вот от два раза лизнул, как-то так перевернуло, оно упало, и она стала истерить дочка, кричать. Ей дали поджопник, и, короче, они ушли. Я говорю супруге, видела ситуацию иногда, я говорю, знаешь, чем закончится? Дочка будет, скорее всего, сильной, обозленной женщиной, она не будет любить мужчин, как-то относиться к ним. Почему? Потому что она всегда была на втором месте дома. Сын будет Еркеша. Это будет избалованный ребенок, который не будет брать на себя ответственность, и за него будут все решать родители. Конечно, мы пожелаем им другой жизни, но факты, которые ты видишь и наблюдаешь в маленьких вещах, и если они не возьмут консультации семейного психолога, вряд ли они Еркеша. До семейного психолога они дойдут тогда, когда им будет по 40, по 45 лет, а детям будет уже по 25. И, может быть, дети сами сходят. Очень важно воспитывать детей в таком понимании, чтобы каждый ребенок думал, что он самый любимый. Не то, что сына любят больше или дочку любят больше, а в том, что каждый ребенок самый любимый. От этого зависит его дальнейшая территория его жизни. От этого зависит его самооценка. И поэтому очень важно относиться к своим детям одинаково, ровно, одинаково с любовью, одинаково с вниманием. И что стоило этим родителям, если они гуляют во дворе Ессентая, купить два мороженого? Или купить еще два, помимо первого, которое поломали? Поэтому маленькие поступки делают сильные деформации в психике ребенка. Поэтому очень важно относиться правильно к деталям, когда ты воспитываешь детей. Так же и со сотрудниками на работе. Очень важно не обезличивать его. Очень важно обращать на него внимание. Очень важно дать ему возможность проявиться. Потому что люди работают не за деньги, но не всегда. Люди работают для того, чтобы их оценили. Они хотят видеть результат своего труда. То же самое и в семье. Обрати внимание на своего партнера. Похвали его. Скажи, как он дорог для тебя. И скорее всего, твоя семья будет более счастлива. Скорее всего, твой партнер будет делать для тебя еще больше, чем делал до этого. Ломайте свои рамки и выходите за пределы своего ума. Не ограничивай себя. Просто будьте счастливы и наблюдайте этот мир.